Здравствуйте, друзья! Куда пропали ядерные поезда СССР? Всем привет, с вами снова я! Ядерный поезд «Призрак СССР» был самым страшным оружием, американцы боялись его как огня. Неприметный с виду железнодорожный состав, следующий где-то среди красноярских лесов, резко останавливается. Из вагонов выдвигаются упоры, половинки крыши расходятся в стороны и обнажают страшный груз. Баллистические межконтинентальные ракеты, РТ-23 у ТТХ молодец! Предстартовая суета, нажатие необходимых клавиш, отлаженные до автоматизма действия и сумятятся в душе. Снаряд занимает вертикальное положение. Поезд номер 0, как его называли в СССР, готов нанести удар. Создание ракетного поезда поручили бюро «Южное» имени Янгеля, ведущему и крупнейшему в СССР научному и конструкторскому ракетному центру. Проект возглавляли братья Уткины, Владимир Федорович занимался разработкой ракеты, а Алексей Федорович создавал стартовый комплекс и вагоны для очень нетипичного груза. Советское правительство поставило перед инженерами грандиозную задачу, щедро приправленную гигантским ворохом инженерных проблем. Снаряд с десятью термоядерными боеголовками мощностью полтысячи килотонн просто так не помещался в обычный вагон. Его длина со всей начинкой не должна была превышать двадцать четыре метра. При этом в стране не производились настолько компактные баллистические ракеты. Вес каждого молодца вместе с пусковой установкой сильно превышал сотню тонн и заставлял всерьез обеспокоиться за сохранность дорожного полотна во время движения и особенно при старте ракеты, когда нагрузка на состав и элементы инфраструктуры огромна. Для транспортировки спроектировали отсеки грузоподъемностью 135 тонн. Непримечательные снаружи они получили восемь, а не четыре пар колес и раздвижную крышу. Боевой железнодорожный ракетный комплекс, как и мирный поезд, состоял из семнадцати вагонов, но в целях конспирации они выглядели стандартными пассажирскими и рефрижераторными. Ракета железнодорожного базирования тоже получилась не совсем обычной, а своего рода трансформером, обтекатель головной части имеет изменяемую геометрию, благодаря чему РТ-23 у ТТХ удалось втиснуть в ограниченное пространство. Масса трехвагонных пусковых модулей вынудила применить разгрузочные устройства для перераспределения части веса на соседние секции. Поезд «Призрак» включал в себя три шестиосных магистральных тепловоза ДМ-62 мощностью 2000 л.с. командный модуль из семи вагонов в цистерну с топливом. Запас продовольствия, воды и горючего позволял находиться в 28-дневном автономном плавании. Каждый ракетный состав обслуживали 70 человек. Все процедуры, начиная с получения команды Генерального штаба и до запуска ракеты, занимали максимум три минуты. Поезд останавливался в любом месте. Из вагонов выползали гидравлические упоры для придания устойчивости. Специальные манипуляторы раздвигали и закорачивали контактные провода контактной сети, чтобы уберечь их от пламени из ракетного сопла. Пусковой модуль оживал и принимал вертикальное положение. Струя маршевого агрегата во время запуска ракеты представляла угрозу для комплекса и железнодорожного полотна, поэтому старт сделали минометным. Сперва пороховой заряд подбрасывал снаряд на двадцатиметровую высоту, после чего производилось отклонение в сторону от состава, и лишь затем активировался маршевый двигатель. Ракету приняли на вооружение в конце 80-х годов. Карьера поезда номер ноль началась примерно в те же сроки. Этому предшествовали длительные испытания. РТ-23 УТТХ тестировали с февраля 1985 по 22 декабря 1987 и провели 32 пуска. Ядерный состав совершил 18 выходов на испытания, в течение которых намотал свыше 400 тысяч километров по всей стране. После постановки на вооружение в боевой дозор отправились 12 поездов – Костромской, Пермской и Красноярской ракетных дивизий. Ракетоносцы оставались невидимками для американских спутников-шпионов. Они сливались с транспортным потоком, и отследить их среди других поездов было проблематично. Призраки, готовые в любой момент нанести удар из любой точки огромной страны, здорово нервировали генералов потенциального противника. Впрочем, волнение продолжалось недолго. В правительстве страны появились предатели – Горбачев и Ельцин. Они работали в интересах США и делали все, чтобы ослабить нашу страну. Подговоренности между СССР и западными странами начала 90-х годов ограничивали передвижение суперпоездов. Они могли ходить лишь по отдельным маршрутам в районе постоянной дислокации и не имели прав нести патрулирование по всей железнодорожной сети страны. Тем самым они попали под наблюдения американцев. В январе 1993-го Борис Ельцин и Джордж Буш подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений , запрещавший использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Его кабальные для России положения обязывали Россию снять с вооружения все ракеты «Молодец» до 2003 года. И хотя страна заявила о неактуальности договора в ответ на односторонний выход США из соглашения по ПРО, это не спасло поезд номер ноль. Из 12 составов уцелело лишь два. Их передали в музеи, остальные демонтировали. Таков итог правления предателя Ельцина. В 80-е годы американцы собирались вернуться к идее ядерного железнодорожного транспорта. Планировали отправить в дежурство 25 составов с тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами . К окончанию «Холодной войны» успели провести испытания прототипа, но необходимость в производстве на тот момент отпала. А вот в России вспомнили про концепцию, и в 2012 году начали опытно-конструкторские работы по БЖРК «Баргузин». Прежние тяжелые снаряды сменили более легкие РС-24, известные по комплексу ЯРС, и с дальностью действия 11 тысяч километров. В 2016 году провели жалкие испытания, но затем разработки были приостановлены из-за недостатка средств. В нынешней России нет ни инженеров, ни денег на разработку и функционирование таких впечатляющих проектов, которые с легкостью были реализованы в СССР. СССР был могучей державой, с которой считался весь мир, и ничто в мире не происходило без нашего разрешения. Очень жаль, что благодаря предательству Ельцина Россия теперь находится на мировых задворках, и с ней никто не считается. Автор статьи Федор Григорян